Вы необычный человек, мистер Берг. Говорите на семи языках, спортсмен. Физически более чем готовы для этой работы. Какой работой? Есть причины считать, что с начала войны немцы ведут разработки бомбы. Этой программой руководит Вернер Гейзенберг. Нужно подобраться к нему и узнать, насколько немцы близки к результату. Добро пожаловать в разведку, мистер Берг. На кону миллионы жизней. Есть вероятность, что такое оружие принесет нам поражение. Нужно действовать радикально. Вы не можете позволить себе сдаться. Ты знаешь, что я люблю тебя? Пришел сюда попрощаться? Я вернусь. Это первое задание. Я никого не убивал. Если вы об этом... Это не так трудно, как кажется. Я не знаю, верите ли вы в Бога, Берг. Но я попрошу своего вам помочь. А если Гейзенберг за нас? Надеетесь, что перемеднется? Если до этого дойдет... Вы сможете его убить? Один миг может подтвердить существование бомбы. Миг, и вы все узнаете. Ваш ход. Меня часто спрашивают, где посмотреть тот или иной фильм. Я это делаю в онлайн кинотеатрах. Одна из моих самых любимых площадок Movie Lab. Здесь вам не нужно покупать подписку или регистрироваться на сайте. Все фильмы доступны абсолютно бесплатно. Movie Lab это онлайн кинотеатр, в котором более 200 тысяч фильмов и сериалов. Максимально понятный и доступный интерфейс. Ежедневные обновления контента. Всегда самые топовые новинки кино. Все фильмы в Full HD качестве. Помимо онлайн кинотеатра, можно скачать мобильное приложение Movie Lab. Доступ к которому также бесплатный. Переходите по ссылке в описании и начинайте смотреть фильмы и сериалы вместе с Movie Lab. Я верю, что в небесах можно найти все ответы. Там я была счастлива, как нигде больше. Господа, научившись предсказывать погоду, мы спасем сотни тысяч жизней. Мы ученые, а не гадалки. Тебе еще выпадет шанс, и они поймут, чего ты стоишь. Они уже все решили на мой счет. Докажи им, что они ошиблись. Я хорошо знаю аэронавтику и хочу заниматься тем, что умею. Женщина мне место в воздухоплавании. Она ведет себя, как выскочка. Мисс Рэн, мне нужно произвести исследование в воздухе. Я вам не наемный извозчик. Вы единственная, кто может поднять нас на высоту, где еще никто не был. Соглашайтесь. Начало положено. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вы разве не хотели бы туда с ними? Есть те, кто тянется к звездам. И те, кто помогает их достичь. Придется помогнуть. Лучший воздушный шар создан на человечество. Даже ему не собладать со стихией. Держись! Причувствие подсказывает мне, что они не вернутся. Мы летим в неизвестность. Ты должен жить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хватайся за руку! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Старые добрые времена. Не надо сидеть и выдумывать! Из-за тебя мы потеряли отличного партнера. Новый командный центр. Все накрылось. Потому что красавчик, мечтателок, Брайл Гилкраст завалил задание. Теперь ты вечно будешь носить это клеймо позора. Одна неудача меня не сломает. Второй шанс. Кто ж откажется от второго шанса? Твой босс хочет вернуть тебя. Это Гавайи, наша старая песочница. Алоха, Гилкраст, ты снова в игре. У тебя будет куратор из ВВС. Очень энергичная особа. Двойной спрос. Доброе утро, сэр. Мне уже не терпится начать. Лучше тройной. Бывшая подруга, есть что вспомнить. Я не помню, почему мы расстались. Потому что ты был занят тем, что вечно занимался не тем. Я и сейчас этим занят. Ты все разрушил. Но я сумела наладить свою жизнь без тебя. Я сумею принести неоценимую пользу. Я одинокий волк и привык к этому. Вы циник, я поняла. Не пытайтесь меня раскусить, пожалейте зубки. Да, у него была неудача, но у него был огромный талант. Ты заполучил ее. Мы работаем вместе. Так добейся своего. А ты добилась? Как Вуди? Не знаю, он закрытая книга. Он молчит. Он дофига сказал. Да? И что же? Я настоящий мачо-чувак. Я симпатичный, накачанный. Ты для меня не соперник всего хорошего. Так и сказал. Он жуткий болтон. Ты не случайно приехал сюда. Говори же. Иначе я просто не выдержу. Мне было хорошо. И я понял, что как ни крути, а лучше всего, когда все хорошо. Тебе будет очень и очень непросто. Будущее — это не просто то, что происходит. Это грубая сила. С большим чувством юмора, который раздавит тебя, если не будешь начеку. Соболезную, Лорен. Папа гордился тобой. В шахматах важно уметь мыслить вперед. И в жизни тоже. Это отец просил отдать. Лично тебе. Лорен, все мы совершаем ошибки. И я не исключение. Под землей ты найдешь то, что спрятано. Но правда никогда не должна выйти наружу. Прости меня. Кто ты? Морган Уорнер. То, что от меня осталось после всех этих лет. Что значит лет? Твой отец завещал меня тебе. Нравится наследство. Что-то случилось? Морган Уорнер, не помните? Здесь проходит так много людей. Юрист, банкер, политик. Неплохая семейка. Что вообще дочерям известно о папочках? Он был плохим мужем. Ты лжешь. И никудышным отцом. Заткнись, тварь! Ты хороший человек, Лорен. Отпусти меня. Это будет хороший поступок. Что скрывал отец? Тебе не о чем волноваться. Все в порядке? Конечно. Тяжело было, наверное, угождать ему и в то же время не подчиняться. Хватит, Игорь. Что произошло между вами с отцом? Ты узнаешь правду. Наша семья должна быть безупречна во всем. Вы с отцом меня обманывали. Ты сам сказал! Хватит задавать вопросы, если ты боишься ответов. Семья – это главное. Откуда у тебя это все? Это мое наследие! Я не хочу нести этот крест! Я не просила об этом! Лорен! Темное наследие. Верни мне свободу, Лорен. Это игра. Словно кроличья нора. После первых четырех ходов возникает 300 миллиардов возможностей. Это может свести тебя с ума. Вы его научили так играть? Он научился сам. Если отобрать фигурки, он все равно продолжает играть мысли над днем и ночью. По-моему, у него колоссальный потенциал. Американский вундеркинд Бобби Фишер стал самым молодым гроссмейстером в истории шахмат. И что же дальше? Я хочу сыграть с русскими. Они лучшие в мире, и я хочу их победить. Фишера мания захватила страну. Наш гость – мистер Бобби Фишер. Мистер Фишер. Вы патриот? Есть люди в верхах, которые заинтересованы в любом соперничестве с русскими. Меня не интересует политика. Вы единственный в стране, кто может просить им вызов. Бобби Фишер в Исландии готовится к поединку с чемпионом мира Борисом Спасским. Это будет шахматный аналог поединка. Боксеров в тяжелом весе. Я сыграю только при соблюдении всех моих условий. Минимум полтора метра между мной и зрителями. Иначе я будто слышу их мысли. У Бобби большие проблемы. У Бобби признаки паранойи и острого психоза. Я тебя уничтожу! Я тебя уничтожу! Идет война. Идеологическая война. Бобби! Бобби! Бедный парнишка из Бруклина против целой Советской империи. Ты плохо выглядишь, Роберт Джеймс. Они все против меня. И русские, и евреи. Мы евреи. Бобби еврей. Чем бы промыли ему мозги, что он несет этот бред? Людям всегда кажется, что есть много возможностей, но на самом деле выхода нет. Бобби! Он может сломаться. Бобби? Он не сломается. Он взорвется. Привет, Нью-Йорк! Шлигабо! Привет! Мы где сейчас? Детройт. Мэгги, я тебя не слышу. Детройт! Детройт, я вас не слышу! Я с детства обожаю музыку. Она для меня все. И последняя песня на сегодня. Скажи мне кто-нибудь раньше, что я буду работать с самой Грейс Дэвис. Она суперзвезда! Как вы? Сама не видишь? Конечно, вижу. Все прекрасно. Ты думаешь, она реально даст тебе шанс стать ее продюсером? Да. Да эта дамочка даже фамилию твою не помнит. Помнит иногда. Маргарет! 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 Да? Мне нужно разобрать шкаф и избавиться от всего, что не вызывает радость. Ну как? Радостно. Черт, каждый раз да мурашек. Итак, Грейс, что решили насчет контракта в Вегасе? Вообще-то я решила записать новый альбом. Что ж, отличный план. И что я ей скажу? Я всего лишь ассистент, но с удовольствием стану вашим продюсером? Именно. Последний альбом Грейс Дэвис вышел больше десяти лет назад. Фанаты хотят что-то свеженькое. Давай я буду делать свою работу, а ты свою. Приноси ей кофе, салфетки, прокладки и все, что она попросит. За это мы тебе платим последние полгода. Тебе платят? Я думала, ты стажер. Моя жизнь! Отстой! Не хотела вам с Джеком говорить. Я сделала новый микс. Эй, эй, я вас слышу, между прочим. Вы же в курсе, что там микрофон? Я просто хотела попробовать. Да кем ты себя возомнила? Мисси Элит? Главное, верить и не сдаваться. За всю историю музыки всего пять женщин за сорок смогли возглавить чарт. И только одна была черной. Вы не можете сдаться. Всех более чем устраивает одно и то же шоу каждый вечер. Но я хочу большего. Я с вами. Это что, твоя тачка? Ага. Тебе надо попросить босса о надбавке. Готов ли мой заказ? Я вам уже говорил. На авто не обслуживаем. Что ж, очень жаль. А могли бы. Боже мой, это Грейс Дэвис? Нет. В кино с 25 июня. Северная Атлантика, 1942 год. Боже, да не оставит меня твои ангелы. А зло, да не имеет подо мной власти. В руки твоей предай тело свою и дух свой. Аминь. По мотивам реальных событий. Поздравляю с назначением. Я всегда буду искать тебя, Иви. Даже в тысячи милей отсюда. Эскадрилья Грейхаунду. Дальше прикрывать вас не можем. Теперь вы одни. Хорошо вам добраться. В какой раз идёте? В первый. У нас гости. Скорее всего, подлодка. Они прямо под нами! Огонь! Цель поражена. Сигнал бедствия, сэр! Автор сценария Том Хэппс. Режиссёр Аарон Шнайдер. Противник атаковал корабли конвоя. Их тут целая стая. Подлодка справа по борту! За двое суток потеряно семь кораблей. И пятьдесят человек. Благодаря вам мы продержались ещё сутки. Этого мало. Этого слишком мало. Опаснее переднего края. Огонь по противнику! Был лишь путь до него. Цель исчезла, сэр! Грей Хаунд! Вам не дожить до утра! А вот и они! Что будем делать? Обрушим на них всё, что у нас есть. Грей Хаунд. Даже я не знаю, с чего начать. Я сопровождал жену на кинофестиваль в Сан-Себастьяне. Она там занималась прессой. Смотри, это Филипп. Я обожаю его стиль. Просто шик. Да и поехал я с ней только из-за своих подозрений насчёт её интрижки с одним кинорежиссёром. Мы сегодня по потере. Это всё ты? Ты просто прекрасен. Признаюсь, мне было несколько неловко, что Сью проводит весь день с Филиппом. Я утром Сью встретил. Сначала показалось, что мешаю какой-то парочке. Вдруг смотрю, ведь это твоя жена. Как приехал сюда, мой разум играет со мной шутки. Я начал сомневаться абсолютно во всём. Чего я хочу? Кто я, чёрт побери, такой? Филипп просто сказочно играет на бонгах. Впечатляет, правда? Не меньше, чем высадка Нила Армстронга на Луну. Стресс часто испытываете? Мой брак разваливается. Можно честно. Мой брак – это сплошная боль. Салья, что он в неё флэр? Извини меня. Боже, ради бога. Ты кто такой? Просто друг. С Филиппом я снова чувствую себя женщиной. Страстной, желанной. Наверное, надо выложить все карты на стол. И сколько у тебя ещё карт? В чём смысл всего? Это всё, что есть, или есть ещё что-то? Всех ответов иногда лучше не знать. Психолог уверяет, меня влечёт только к тем, кто причинит мне боль. Я знаю, ты спала с Филиппом? Никогда. Только однажды. То есть, дважды. Эта поездка намного пролила свет. Появилась возможность переоценить многие события своей жизни. Я понял, что наделал ошибок. Так, вам есть что сказать мне после всего того, что я вам наговорил? Фестиваль Ривкина. В кинотеатрах с 31 декабря. Сколько мы знакомы, Кен? Я хоть раз нарушал обещание? Ты сядешь за руль в гонке Лиман. Если закроешь рот и не будешь вмешиваться. Ладно. Эй, иди сюда! Привет, Шелби. Привет, Молли. Хрен тебе. Да пошёл ты. Вот и всё, ребятки. Феррари побеждает в гонке 24 часа Лимана пятый год подряд. Мистер Форд, Феррари просил передать вам, сэр. Что он сказал? Что Форд делает мерзкие машинки на мерзких заводиках. И что вы жердяй, сэр. Мы похороним Феррари на Лиман. Значит, великий Кэрол Шелби хочет создать машину, способную обогнать Феррари? На базе Форда? Точно. И сколько ты им сказал, тебе нужно времени лет триста? Девяносто дней. Форд не выносит таких, как мы. Потому что мы другие. Говорят, он с норовом. Кен? Нет, Кен у нас лапочка. Это ужас. Если есть недочёты, компьютер их найдёт. Неси скотчем, а то к шерсти. Что они делают? Делают вашу машину быстрее. Вот это другое дело! Кен Майлз и Форд несовместимы. Мы в шаге от победы. И ты говоришь, что у меня не будет лучшего в мире пилота? Назови хоть одну причину не увольнять всех, начиная с тебя. Что ж, сэр. Мы легче, мы быстрее. Если это не поможет, мы злее. Давай, Карл, воюй. У тебя есть план? Рискованный. Я думала, главное выиграть эту гонку. Будь это конкурс красоты, мы бы проиграли. Внешность не главная. На юге Франции её ресторану не было равных. Вчера мы подали вот это. Моя кухня. Это союз страстных любовников. А не пожилых супругов. Пока одна семья... Папа, тормози! Стой! Толкай! ...не заварила свою кашу. Я хочу купить этот ресторан. Бонжур. Это частная собственность. Простите, это ваша собственность? Нет, нет. О, значит и вы тут незаконно. Ресторан через дорогу от нас имеет звезду Мишлена. Там обедает сам президент Франции. А он там может заказать такую же вкусную масалу, как у Гассана? Здесь такое никто не ест. Просто надо дать им попробовать. Открытие в субботу. Мой сын лучший индийский шеф в Европе. Давай, подними руку. Не поднимай руку. Подними руку, Гассана. Не поднимай руку. Не стесняйся. Вперед! Да! У вас там что, свадьба? Похороны. Хорошего вкуса. Если ваша еда похожа на вашу музыку, советую приглушить. Музыку я приглушу, но огня добавлю. Вам всегда всего мало. Зато вас много. Папа, остынь. В смысле остынь? Надо ж поторговаться. С тех пор, как умер ее муж, она всю себя отдает этому ресторану. Я сам свою стену отмою. Наружная стена не ваша. Я в мэрии узнала. У меня план построить высокую стену, чтобы никто не видел ваш ресторан. Мадам Малари достаточно одной ложки, чтобы определить гениального повара. Мадам, позвольте приготовить вам омлет. Смотрит свысока, словно королева. Вы льстите мне. Вы его совращаете своими безвкусными соусами. У вкуса есть тонкие оттенки, и я учу его их различать. Он так хорош, как я думаю. Он лучше. Я добавил специи. Этому рецепту 200 лет. Зачем его менять? Ну, раз в 200 лет-то можно. Мы готовы, мы молодцы. Мы ничего не боимся. Спасибо. 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 Спасибо.